Для работы по створению первичек на Огомщине распространённый реестр организации, где нема профсоюзного представительства. Причём этот документ постоянно уносится коррективой, которая связана с объективными причинами. Не где провели реорганизацию, не где оптимизовали количество работающих, а не где предприемства в уголе приподняли свою деятельность. В областном объединении профсоюзов эту ситуацию разумеют и кажут, что никаким чином не мкнутся створать новые первички примусовым, что там не меньше, не отменяя необходимости проведения ответственной тумачальной работы и оказания организационно-методичной поддержки, где для чего при обками створена специальная группа, без проблемных коллективов не бывая. Пытания о том, как эти проблемы выращаются, и профсоюзы о этом процессе явно не лишние. Я могу привести немало примеров, когда мы, пользуясь именно кол-договором, отстаивали права где-то через суд, возвращали деньги. У нас только в этом полугодии где-то более полутора миллиардов рублей вернуты денег, те, которые, так сказать, по каким-то причинам были не выплачены людям. Семь человек восстановлены на работе. Те, которые пришли, и мы начали разбираться со своими юристами, мы, так сказать, их восстановили. Разум с тем областным объединением профсоюзов констатують, процесс створения первичек мог бы исти и больше активно. Неде юн усими силами стремливается к керовникаме, неде сами работники до этого не готовые. У Гомельском товаристве «Семья и здоровье» до принятия отповедных орошений шли не один месяц. Сегодня тут працуют каля 30 высококвалификованных медиков, які часто и сами могут поклопотиться по властным добробытиям и своих правах. Меж тем, у Липпини гетагогода тут отбылся сход, на яким приняли орошения профсоюзной организации «Быть». Я шепрался месяц, и она почала свою деянность. На користь стандочек орошения значилось и некаких причин, починаючи с того, что зараз неде 90% медицинских работников Гомельской области заявляются членами профсоюзов. Ведь у членов профсоюзной организации есть ряд преференций. Хотя бы то, что можно получить бесплатную юридическую консультацию в областном комитете профсоюзов, также консультацию по различным интересующим экономическим вопросам. Кроме того, областной комитет профсоюзов проводит различные мероприятия по организации досуга. Туровский молочный комбинат и селянская господарка Михаила Шруба у агропромысловом комплексе, ободковая фабрика Баттичелли у легкой промысловости, плюс предприемство местовой промысловости, будовництво и оховы здоровьем. Реализация решения 7-го заезда Федерации профсоюзов Беларуси об створении первичных профсоюзных организаций на предприемствах приватной формы властности протягивается. Только за прошлый год в регионе почали деятельность больше 150 первичек, которые объеднали около 4,5 тысяч человек. Создание первичных организаций, в первую очередь мы преследуем цель не с точки зрения отчитаться и получить организацию, а самое главное, чтобы быть ближе к этому коллективу и не более этого. Олег Сентяров, Сергей Лукашук, Телерадо, компания Гомель.